У меня появились основания предполагать, что вы даете недостоверную суду информацию. Не надо, все, я вам ответил. Кстати, у нас будет не монолог, а делок. А у вас сэр бюджетник? Бюджетник. А где он работает? На бюджете. Как вам обращается мужа? Живая женщина Марина. Я могу даже вам зачитать, в какую просьбу к нам обратить. Хотели бы? У вас сэр по разной стороны? Конечно. По разной, конечно? Это нормально? Скажите, пожалуйста, почему вы вводите местное население в заблуждение? Вы скажете или нет? Да можно я скажу. Вы скажете? Вот вы, если открытые, то вы, наверное, дадите какой-то комментарий. Мы хотим всесторонне показать, понимаете, кто здесь прав, а вы бегаете от нас. Да никто не бегает. Ну почему вы сейчас уходите, не хотите диалог никакой вести? Да. Вы что-нибудь ответите? Дадите дочитать? Почему вы не уважаете своих же соседей, местных жителей, гороховцев? Это соседи, они или купленные. Да, есть моя точка зрения и никакой другой. И, к сожалению, она еще и преподносится к точкам зрения всего населения. Ну почему спрятались? Ну вот сюда вы даже камеру, сюда камеру спрятались. Понимаешь, там у меня деньги лежат. Куда полез? Да не волнуйтесь, никуда полез. Куда полез? Я не волнуйтесь. Деньга мне. Да вы не волнуйтесь. Сейчас я хвачусь, а там денег нет. А там и нет. Вы украли. А я был встал. Вы украли. Иди сюда, вон, сними. Просто там сидит, даже не отвечает ничего. А ну не хочет. Ну что вы? Ну вы хотя бы дайте комментарий. Ну что вы себя, ну так смешно ведете. Ну смешно ведете себя. Мы спокойно хотим вообще задать вопросы. А мы не хотим. Вы почему бегаете от нас? Да никто не бегает. Так выйдите, давайте сядем спокойно. Вот это конструктивно. Нормальные позиции. Так у нас проходят уже несколько судебных заседаний. Друзья, на нашу электронную почту пришло письмо от жителей села Гороховка. Верхнемамонского района Воронежской области. Я считаю это письмо крик души местных жителей. Мы в свою очередь решили провести свое, собственно, независимое расследование. Уважаемый судья, можно к вам обратиться? Мы два слушателя, а там рассчитано было 12 человек. Многие не пришли, поэтому мы хотели бы обратиться к вам, присутствовать на открытом судебном заседании. Два человека у нас. Я думаю, мы соблюдаем все необходимые нормы, которые... Там же говорится с точки зрения целесообразности. Вы разместили 12 человек. Соответственно, мы можем спокойно там находиться. Проявите, пожалуйста, открытость. Спасибо. Насчет видеокамеры тоже. С видеокамеры не включили. Да, мы... Вообще она у нас... Это наша... Это... Это по очереди, Вадим. Юрий Ильич, да, может, просто Вадим. Она у меня в качестве инструмента такого, если что, как говорится. Понимаю. Да, да, да. Совершенно судим. Да. Ну, мы не можем... Это драгососточное оборудование. Не дай бог с ним, что случится. Сейчас судья рассмотрит вопрос о том, что мы присутствовали. Я попросила его, да. Да. Смотрите, вы расстатывайте, чтобы дистанция была. Так, вот. Ну, двенечки. Ну, пожалуйста, в один час. Пожалуйста, дистанцию соберайте. Отсюда, вот я сюда. Да, давайте, двенечки. Угу. Да тут между... Тут, по-этому я вам говорю, что видите, полтора метра как было. Угу. Понял. Спасибо. Ну, пожалуйста. Нам здесь еще час сидеть, потому что за час я вон приеду. Поверьте, мы через десут не зайдем. Час точно еще будет. А что вы сидите комментируете? Я не комментирую. А что? Что кому делать? Скажите, а Турунтаев это вообще кто? А как в качестве свидетеля? А почему? Ну, вот смотрите. Он только что был, это правильно Полина? Да, он стоял. Ну, сейчас он уже может сюда подъехать. Зачем? Он ехал в Гороховку, у него с ногой проблемы. Ну, я понял. Так он, получается, уехал на процедуру? Он предполагал же здесь в это время быть? Получается, у него времени было достаточно? Ну, значит, человек перестоял. Он инвалид и готовит его к операции в Москве. Я звоню. Может, он подъедет? Сказал, пусть откладывает суд и вызывает меня повеской. Ну, так, конечно, удобно. А Владислав Владимирович почему не приехал? Мы сейчас не можем ответить вам. Деньги закончились, а без денег он не едет. Это вот сказал Александр Иванович. Вы сказали, что у вас денег нет, поэтому он не приехал. Вы же говорили. Это его мнение. И он не относится ко мне. Выскочил. Вы что на него упор делаете? Ну, что вы? Я не делаю. Ну, а что зацепи его? Я не цепляю. За любой долгий момент... Я только подождите, я просто не пойму. Я не прав был. Ну, тем не менее, сказали. Ну, ладно. Я про другой вопрос. Так Владислав Владимирович, он будет дальше-то представлять? Я вот этого только не понял. Будет. А сегодня-то вроде он должен был сюда приехать. Да, значит, что-то случилось с дороги. Не знаю. Странно. Деньги на карту не поступили. Ну, это ваше личное мнение. Я хотел помочь. Ну, подождите. Ну, Владислав Владимирович, в любом случае, он бесплатно услуги не оказывает, естественно. Я обманул вас. Кто что? Я обманул вас. Да, опять же, денег нет. Просто я ляпаю. Вы все. Старый человек. Пенсии получаете? Вы все, подождите. Я не понял. Вы все про то, что вы сказали? А то мы, да мы уж проехали. Мы уж проехали. Мы уже поняли, сказали. Мы уже... Я не существенно, мне не существенно, почему не приехал. Мне какая разница? А я не знаю. Да переживайте, почему. Я не знаю. Вообще было бы шикарно. Были бы очень признательны. Гуляйте пять минут или как? Или лучше включить? Так мы можем выйти. Да нет, мы не простынем на самом деле. Может быть, пройдемся все пока продушатся. Пойдем. Пойдем. Почему это было детство? Один, что ты не приехал, ты не поймал. Не знаю. Он трубку не берет. Он трубку просто не берет, да? Не могу. Да, подождем. Странно. А Алексей? Алексей, мы его не приглашали сюда. Ага. Может, пап, что в дороге случилось? Да, нет, если он трубку не берет. Странно. Я ему писала. Позавчера я ему отправляла документы, которые от этих обзывов. А потом созвонились. Просто судья точно не перенесет рассмотрение я делал на другую дату, в связи с тем, что месяц прошел, за месяц можно было много что сделать. Вот так что это стопроцентный перенесет. То есть, получается... Вас кто известил о сводящем проседании? В смысле кто? Так, делается то, что нам же написали жители Гороховке. Кто конкретно? Ой, блин, у меня... Ну, мы сейчас зайдем, у меня там бумажка. Письмо прислали. Может быть, мы и не писали вам вообще? Ну, я не знаю, по фамилиям. Ну, вы очень желательно. Просто люди жаловались. В общем, смотрите, какая ситуация. Я так понимаю, были определенные в 19-м году требования были определенные в 19-м году требования от местных жителей Гороховки по поводу переноса комплекса свиноводческого. Правильно я понимаю? Мы не требовали. Это кучка, которая продалась за 30 серебряников. В смысле? Кучка какая. Жителей. Таких вот подставных, как в материалах дела. Так, а вы тогда что делали в тот момент? А мы собирали митинги, голодовки. Так, все же было в этот момент, все как раз и... Вот насколько, когда мы пообщались... Мы отнести никаким образом, мы вообще... То есть у вас... Подожди, тогда на тот момент было несколько группировок, которые... То есть одни были, я так понимаю, несколько группировок против. Одни были против, ну, с определенными условиями, а вы были против с другими условиями. Правильно я понимаю? Образовалась... И плюс еще, которые поддерживали. Да, поддерживали там их практически нет. Это вот сфальцифицировали, кого купили. Ну как? За ведро... Не, ну мы с разными людьми общались, и есть кто и поддерживает, как бы нормально. Ради богу, у каждого есть мнение. Так, а сейчас здесь идет спаривание вот общественных публичных... Да. Вот этих всех слушаний, да? Да. Так, а у меня следующий момент. Вот... Вас кто? Вот мне интересно. Вот может быть та кучка как раз вас... Ну, сейчас мы придем там... Они нам прислали письмо, мы сейчас рассматриваем... Мы вам не присылали письмо. Ничего не присылали, да? И мы сейчас пытаемся разобраться в этой всей ситуации. Вот та кучка людей, образовавшихся в 30 человек, писали агроэко просьбу. Значит, отнести подальше. Они отнесли, но они приблизили к Верхнему Мамону на 2,5 километра. И они тоже... А какое расстояние у Верхнего Мамона до комплекса? До первых домов 2,5 километра. Это где это строится? Это где было, еще ничего не строилось. А, нет, я имею в виду, где планируется. А вот это Осетровский плацдарм? А Осетровский плацдарм... А у Гороховки, насколько я понял, там комплекс 8 километров от Гороховки устроится. Правильно я понимаю? Он не строится. Ну, в основе это планируется. Да, и радиус 8 километров, куда они дерьмо будут выливать. И как раз возле села. Радиус 8 километров возле села? Разлирать, куда будут так называемые удобрения. Что загрязнят грунтовые воды. И мы останемся вообще без зала. Почему загрязнят? Потому что у нас супесь грунта. Так, смотрите. Прежде чем, насколько я понимаю... Вот сейчас независимая экологическая экспертиза все решили. И мы будем разговаривать на эту тему. Прежде чем вообще вот это удобрение куда-то вывозить, оно сначала превратится в удобрение само по себе. Да, оно должно отстаиваться. Да, все верно. А потом оно становится удобрением. А эти же поля... Люди многие покупают это удобрение. Кто-то бесплатно вывозит, тот покупает. Приведите меня такого человека, который покупает и говорит, что да. Так это же удобрение. А это еще нужно доказать, что оно удобрение. Ну, подожди. По техническим этим ПТУ пусть они сначала докажут. И представят лицензию на то, что это является удобрением. Я думаю, там проблем точно не будет в этом плане. Потому что, ну, кто допустит... Ну, когда будет все это, когда экологическая экспертиза даст заключение, вот тогда можно дальше разговаривать. А сейчас говорить об этом просто... Ну, смотрите, есть же комплексы в других районах, которые... Да, есть. А там есть какие-то проблемы? Они не проходили в государственной экологической институции. Смотрите, ну, есть какие-то проблемы у местных жителей? Есть, конечно. А какие проблемы? Запах, вода вонючая. Об этом СМИ не пишут, а люди говорят. Это... Где такие проблемы? Это вот в Павловском районе. В Павловском районе? В Калачеевском. Пообщайтесь с жителями. То есть вы хотите сказать, что там... Вода с водой же какие-то проблемы? У нас, Верхнемамонский район, половодный. Так. То есть там уменьшится количество воды? Да, ее практически много. Ну, а если прежде чем это строить, они же делают все экспертизы. И они берут более... Вот я, насколько сейчас я вспомню, я поднимал это, потому что нам уже достаточно давно написали. Сейчас я вспомню. Там, получается, вообще даже не в этом слое будет, значит, добыча воды происходить. Ну, и нету третьего уровня воды здесь, в Верхнемамонском районе. Не, ну, там есть два уровня, как минимум. Ну, два уровня. Так, в одном уровне все местные жители, а в другом уровне, более ниже, который он никак не состыковывается, это уже... Вот когда они пробурят скважину и сделают мониторинг годовой, на сколько хватит воды для гидросмыва. Ну, прежде чем это все делать, они уже расчеты, я думаю, все проведут. Им либо дадут, либо не дадут это сделать. Вот когда они сделают, вот когда они проведут... Но если соответствующие документы будут, все, то никаких же претензий, так понимаю, не будет. Этим займется независимый эксперт, экологический эксперт. Я понял. Не принимается юридическая помощь, а датайство юридической помощи. Я вам еще раз напоминаю, у вас был месяц для того, чтобы заключить соглашение. У нас в Надежде было 31 число на 10 часов. Да вы должны сами свои регулировать взаимоотношения, это ваш представитель, а не назначенный кем-то. Почему явился представитель ответчиком, представитель заинтересованного лица? А ваш представитель хочет, является, хочет, нет. Значит, мы должны уволить этого представителя, а принять нового. Вы можете увольнять, переводить, что угодно. В связи с тем, что он сегодня не явился на судебное заседание. Прекращаем перепалку. Уважаемый суд, эксцессия без юриста, без юридической помощи. Скажите, зачем вы ваши права нарушены? Вот эти мои нарушены. Во-первых, я говорил на протоколе речь, если видео посмотреть там, я на публичной смысл сказал, что людей не допустили. Здесь все, эти выступления... Владимир Алексеевич, я спрашиваю, чем ваши права нарушены, лично, вот ваши, конкретно. Можете мне сказать? Мои? Да, ваши. В административной системе. В протоколе моё выступление не отмечено. Совсем или не? Частие, нет. Она по-другому, половина. Существо сохранено или... Ну, они сформированы по-другому. Что я сказал, там... Ну, по существу оно верно, то, что изложено в протоколе. И оно там абсолютно противоположное. Нет, это за памятники я там сказал, верно. За памятники я сказал, это отражено. И за экологическую экспертизу, независимо государственную. Вот это. А что я... Что по людям, я сразу сказал, что люди не допустили. Это не отражено. А кто не был допущен? И гороховцы были не допущены. И альховцы, и мамонцы. И пришли, их повернули. Не допустили. Стояла и милиция, стояла вот. Поим, он нам стоял, там никого не допустили. Даже гороховцы? Да. Я причину вам известно? Тазарь, буйки, если придете, будете уволены с работы. Но вы высказывались на публичных слушаниях за строительство или за внесение изменений? Противоизменения в генеральный план. Ваша позиция отражена там по фактору, нет? Что вы против? Нет. Что указано, что вы... Замечаю, там записано, что за памятники, что за экспертизу и все. То есть, ваша позиция не полностью. Да, и прервали постоянно, прервали, не дали дальше-то сказать. Ладно, все. Что-то еще хотите дополнить? Ничего. Вопрос есть, Николай Ксичин? У административных ресурсов. Нет вопрос. Пожалуйста. Да, у меня вопрос. Николай Алексеевич, вы говорите, вот не пускали жителей там соседних сел, и говорите, в конце вы сказали, что жители Горобки не пустили. А кого из жителей Горобки не пустили? А фасписка, поглядите, кого пустили. Нет, кого вы сказали, не пустили. Скажите, пожалуйста, кого не пустили? Из Горобки. Коробки. Жители постоянно. Конкретно. Который имеют постоянно... Там список у вас есть, кого попустили. Чтобы мне не ходатайство, это, например, у вас заложенный донос, потому что у меня сейчас такие предположения появляются. Я поэтому спрашиваю, уточняю. Скажите, пожалуйста, конкретно, кого не пустили? И вы сейчас эту фразу сказали, поэтому я вас уточняю конкретно, кого из горовцев не пустили. Уважаемый сус, делайте замечание, представитель. Я делаю вам замечание. Что он давит на свидетеля. Не давит на свидетеля. Он запугивает его просто. Сына, сына моего не допустили. Он запугивает свидетеля. Сына моего не допустили. Если он, кто хочет, полуслышит. Как вашего сына зовут, просто я хочу... Не надо, все, я вам ответил. Нет, подождите. Нет, ну, Николай Алексеевич, я... Если следовать вашей логике, значит, те, кто там в списке есть, те и допущены. А все остальные жители села Гороховка, поскольку их нет в списке, значит, они однозначно не допущены. Не допущены. И голосование не проводилось. И голосование не проводилось. А хотя инструкция по публичным слушаниям, есть книжка, инструкция разработанная Свердловским институтом по публичным слушаниям. Там голосование. А здесь упрощенно. Мы обойдемся без голосования. Все, голосование не проводили. Люди закричали. Почему голосование? Хотели бы издавить свое желание. А, Алексеевич, то есть все, за включением тех, которые поименованы в списке, явились на публичное слушание, но их не допустить. Так получилось? Большинство не допустили. Да. Большинство? Да. После, почему не принесли... Да что ты, черт побери, такое несешь? Скажите, почему эти лица не обратились в суд за защиту своего права? А бесполезно. Потому что бесполезно. А мы обратились в суд, что толку? И мы видим, что бесполезно. Что-то доказать свои права. В чем бесполезность-то? Нет. Скажите, пожалуйста, вот пустили вашего сына. При каких обстоятельствах его не пустили, скажите? Да вы же стояли-то, не пускали. Я вашего сына не пустил. Вы в милиции там все стояли. Вот не надо. Все, я... Нет, не все, подождите. Я на ваши сына не... Нет, не все, подождите. Подождите, вы сказали, поэтому... Все, да. Мы считаем, что это важно по делу. Поэтому скажите, а ваш сын приходил туда, в помещение... Приходил. А его не пустили? Да. Как это обосновали? На каком основании? А человеку больное сердце? И давление, и по конечному... Я им сураживаю. Главное, грамотное, безграмотное отношение. Он скажет, что вы меня не пускали. Сколько раз. Я приходил, открытое собрание, вы меня не пускали. Стояли спиной с участковым. Открытое собрание. Ваш сын прописан на территории села Горовка? Прописан. Постоянно. Постоянно прописан? Постоянно. На каком... Кто его и на каком основании не пустил? Ну, участковый там стоял, еще представитель... И вы стояли, вы стеной стояли, и не пропускали. Не на собрание никогда. То есть, ко мне подошли, я лично вашего сына не пустил? Не надо. Все. Нет, вы меня лично не пускали. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. А вы присутствовали на публичных слушаниях 17 декабря? Я... Да. А на собрание? Вы меня на собрание перед этим не пускали. И на ступень? Стеной стояли. Подождите, мы сейчас про что сейчас говорим? Про публичные слушания, либо про собрание? Мы перепалку с вами устроили, не надо. Не перепалку, нет, что не надо. Я хочу задать вам вопрос, вы на эти вопросы не отвечаете. Мы сейчас говорим про публичные слушания 17 декабря. Вы говорите, что граждане не пускали, в частности, не пускали вашего сына. Просто у меня появились основания предполагать, что вы даете недостоверную суду информацию, вводите тем самым суд в заблуждение. Поэтому я поднаю... Ну, посмотрите, в списке есть или нет? Вот, я прошу, а он приходил туда, если он приходил, то кто и на каком основании его не пустил? Просто за каждое слово, как бы в суде нужно отвечать, не просто так вот сказал и все, отнимаете. Ответьте, пожалуйста. Я вам скажу, кто на каком основании его не пустил? Вы не ответили. Все, а теперь списки, пожалуйста. Ответьте, пожалуйста. Кто в ходе собрания, кто на публике слушаний, кого не пустили, подписали. Подписи, вот, в подписи, вот, есть, 600 человек. Он уже нервничает, он просто... Ну, давит, человек давит. Я вопросу даю, что по воспользованию своими процессуальными правами является давление. Ну, спрашивайте. Ну, ответьте, пожалуйста. Я вам ответил, все. Вы не ответили, кто на каком основании не пустил? Ответьте, пожалуйста. Администрация. Администрация? Кто из администрации? Администрация. Кто из администрации не пустил? Ну, уж не помню. Я вам сказал, администрация. На каком основании не пустили? Ну, у себя, спросите. Бюджетники. Чтобы завтра на работу не выходите, если вы придете. Ну, все. А у вас тут бюджетник? Бюджетник. А где он работает? На бюджете. где я вам ответил на все подождите можно не не шуметь у меня вопрос вы я так понимаю вы представитель агроэко правильно понимаю агроэко скажите вы как соотвечек это прямо у вас как третье лицо точнее заинтересованное лицо все да так в случае в него просто я слушаю вот это все что здесь происходит в случае проигрыша по данному делу какие последствия у той стороны которая является истцом ну любая проигравшая сторона несет риск внесения судебных расходов по данному если они проиграют этот процесс и следует то они получаются получат прогресс то скажем так регресс виде судебных расходов которые вы понесли это право ответчика право стороны в пользу которой состоялась в курсе вы в курсе о том что возможно такие вы поднесете просто я сейчас слушаю этот весь процесс или конечно я не удовлетворяю но смотрите 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 вот предположим проиграли дело ну не делала конкретно значит вот этот из которой вы подали вы все в курсе что потом на вас повесят агроэко издержки все которые она понесла связи с этим вас вообще в курсе если она выиграет не просто нет если она и я просто посмотри пусть предполагаем я вас прошу я говорю о том что вы в курсе все о том что на вас повесят этой издержки мы также повесим агроэко вы не поняли смотри подождите скажите пожалуйста у меня вопрос там один я просто можно да задам его а потом вы мне зададите давайте у нас будет не монолог а диалог я задаю я могу отвечать вот скажите нет нет я не долго очень быстро задал вы в курсе что на вас издержки повесит случай проигрыша в курсе вы вы информировали людей которые таким же образом мы издержки повесим и на компании если вы проиграете как вы можете повесить не надо нас запугивать нет нет я не запугивая спрашиваю коренные жители села гороховка и не надо нас запугивать и с административным ресурсом вместе и с компанией агроэко сейчас не по существу есть двух лет как вы зовут просто прошу прошу прощения как уже как за как у население можно я присташь я заводим ресурсом и присутствует меня зовут вадим вы могли бы сказать как вы за как вам обращаться участвовать можете слушать ну как вам можно брать поэтому поэтому запугивая же пожалуйста не надо никто не запугивая не поняли не я простой гражданин общественная организация причинами в том числе свои пенсии вы меня считаете врагом я я очень уважительно к вам отношусь очень уважительно к вам отношусь поэтому пожалуйста можно я можете слушать даже вы перебивали я не дозавал я даже начали я вам ничего вы перебивали я даже не могу вам обратиться я с вами скажите пожалуйста я представился меня зовут вадим я не ваш враг почему-то вы меня так воспринимаете я задал простой вопрос все ли они знают и вы в том числе что понесете расходы если проиграете знаете но почему-то они все промолчали и они понесут в том числе если проиграет но если проиграл деньги население вы почему не открыт я вот открыт с вами нормально спокойно разговаривать истец административный истец административный истец а как я могу обращаться административный истец или все-таки у вас есть имя отчество почитайте ну скажите пожалуйста я вот вы спокойно абсолютно нормально адекватно разговариваю я разговаривал жителями гороховки общались и все нормально реагируют почему сейчас вы тоже житель гороховки я прошу вас без эмоций нас провоцируют где с рвать и расскажите хоть в чем провокация выразила скажите в чем я с вами вы сейчас считаете что я провокатор скажите пожалуйста вы меня назвали провокатами скажите так чем выражена она в чем когда-то говорят это значит нечего сказать давайте давайте какой нам даже написали обращение какой у вас народ по разные стороны правильно допустим во здоровье по разные стороны конечно александр разных конечно это нормально вы считаете нормально что народ по разные стороны или вы это делаете специально чтобы народ был по разной стороны гражданин неравнодушный понимаете вы наверно тоже неравнодушный гражданин да да тогда у нас с вами одна идея а вы сейчас меня называйте провокатором никаких вопросов не было я всего лишь сказал почему меня назвали провокатором в бешажут разговор я извиняюсь прошу прошу это этого сказали что денег не хватило он он поэтому не приехал и извинили сейчас то же самое сделай старый каждый раз вы каждый раз забираете свои слова вы хотели мне задать вопрос товарищ или ужас нет вопросов официально давайте сделаем так я представлю меня пригласили жители вы житель гороховки да вы житель гороховки вот но это не значит что я не могу здесь находиться и задавать вопросы мы сможем нормально общаться просто почему-то меня провокатор почему-то начинать вот эта полемика я спокойно нормально уравновешенно разговариваю поэтому просто молчите пусть смотрите я общался с жителями гороховки и мне пояснили ну так скажем определенную информацию что есть я могу даже вам зачитать какую просьбу к нам обратить хотели бы давайте зачитаю у нас сейчас достаточно времени это почему-то сразу провокатором когда спокойно разговаривать почему-то сразу провокатор я даже у трибуна встану основателя общественного движения дорожной контроль и организации права на защиту серого дивизище это непосредственно я значит уважаемый вадим юрьевич мы жители села гороховка верхнего мозгом района обращаемся к вам с просьбой на протяжении почти двух лет наш район находится буквально на военном положении и это все говорится вы в курсе что на военном положении находится известно вам это дальше что в конце 2018 года стало известно что воронежская компания грайка планирует построить вблизи села гороховка нижний мамон и осетровка по одному свинокомплексу эта новость вызвала волнение многих жителей люди опасались что появлением объектов наши села накроет запах свиноводчества возникает нехватка возникнет нехватка питьевой воды нам запретят держать домашнем хозяйстве свиней произойдет экологическая катастрофа против строительства предприятий прошли сходы была создана инициативная группа собирались подписи верно это правда то что здесь пишут вы с этим соглашаетесь прошлом летом ситуация стала меняться в лучшую сторону компания услышала голос людей и перенесла места строительства на 6-7 километров от населенных пунктов непосредственно от села гороховка новая площадка находится на расстоянии 11 километров ну будет находиться я так понимаю она же не построена верно я понимаю вы мне если что поправляйте в нижнем амонском поселении свинокомплекса не будет вовсе там отменили правильно информация соответствует действительности но вы же житель гороховки многие жители побывали на действующих хозяйствах агрега в других районах и убедились в том что их опасения о негативном влиянии предприятий значительно преувеличены в результате в декабре 2019 года в гороховке состоялись общественные слушания на которых большинство участников поддержала строительство свинокомплекса агрега в границах нашего поселения также со временем мы смогли убедиться что компания агрега не является временщиком она пришла на постоянное а готова помогать благоустраивать жизнь нашего села о чем говорят конкретные дела мы кстати по этому поводу встречались заявителями общались и все они сказали конкретные дела что они сделали они ничего не сделали агрега в селе гороховка скажите хорошего с ее помощью было проведено освещение одной из улиц построена водонапорная башня процессе подготовки до дорогостоящий капитальный ремонт сельского дома культуры у компании налажено добрососедские отношения с местным тос школой казачьим кадетским корпусом отделением милосердия это правда или врут вам неизвестно вы же местный житель я с удовольствием поделюсь глядя на это и понимая всю важность поддержки села в условиях когда сельский бюджет трещат по швам ноги пересмотрели свое мнение компании сегодня большинство жителей не только гороховки но и других сел района относятся к ней ее проектом доброжелательно или хотя бы нейтрально а вы тут негатив такой развели казалось бы должен наступить мир но я даже по себе вы меня сразу как только вошел сразу же агроэко агроэко какой агроэко я вам сразу сказал что я общественной организации являюсь представляю общественную организацию казалось бы должен наступить мир однако ситуация по-прежнему накалена инициативная группа я не знаю конкретно кто здесь присутствует фамилия равейн равейн черных герман софрина и ларионов минин и другие продолжают писать жалобы устраивать скандалы срывать заседания местных советов народных депутатов некоторые из них ходят по дворам оказывают давление на тех кто не соглашается с их точкой зрения вплоть до личных оскорблений и угроз в июне они привезли в район так называемых блогеров из воронежа и москвы которые своим неуважительным что нет будущего россии получается можно можно договорю спасибо своими уважительным если сказать больше можно и пожалуйста почему вы не оставляете можно это говорю а потом мы продискутируем на тему какой я не хотела из будущем я договорить можно можно дочитаю подождите я сейчас говорил много нового потому что не знаю пожалуйста вы сейчас что хотите может вы дадите мне слово договорить дадите я можно договорю скажите пожалуйста вы имейте уважение я вас выслушал ну вы сдайте я сейчас договорю вы скажете подождите спросили нет я высказываю потому что мне задали вопрос почему я здесь как это так вот никто у вас не спрашивала вращаться можно как вам обращаться можно живая женщина марина живая женщина марина я продолжу так вот самостоятельно сам себе читает я для живой женщины марины и и компании живая женщина марина должен быть теме не представились я спросил вы так как обращаешься ядовы но не юридической явно я не думаю что вы не человек да все нормально все общество порядок алексей пожалуйста там станет чтобы общество порядку лучше вон там так никто не ведется камер после же она просто лежит вы можете сейчас только захлопнуть послушайте она флип открыт но это не за что напишет она просто лежит она просто можно я внесу некоторое дополнение относительно вот позиции административных истцов здесь высказывалось мнение что предлагаемый к строительству свинокомплекс это предприятие сра которая сходно по степени экологической опасности с кимзаводом это глубочайшее заблуждение административных истцов которые к сожалению очень сложно переубедить потому что административные истцы не хотят слышать и видеть факты не хотят видеть представленные документы результаты исследования доказательства того что да это не наше это наука доказанная это ученые доказали и мы мнение выражаем ученых не свое государственная экологическая экспертиза выдает положительные заключения на абсолютно аналогичные объекты построенные в других населенных пунктах государственная экологическая экспертиза проводится по широчайшему кругу аспектов исследуется полностью вся проектная документация и выдается соответствующее заключение выдаются предписания если что-либо не соответствует проходит процедура оценки воздействия на окружающую среду которая также проводится с учетом мнения жителей выясняется очень много аспектов проводится просто бесчисленное множество исследований я хотела бы приобщить материалом дела вот ну просто информацию о том что было очень много проведено на самом деле исследований и воздух где я возражаю нас построена на сегодняшний день 32 сенокомплексы в разных районах воронежской и тульской областей были проведены были проведены массово очень много исследований многочисленной и воды и воздуха были а четыреста субстанций которые выделяет ваше производство были проведены более 400 субстанций ядовитых которые выделяет ваша организация когда были проведены течение периода деятельности давайте я вам тоже оставлю вот эту где народ плачет и кричит будет интересно мы предоставим все результаты исследований все копии анализов и испытаний мы всегда открыты для населения у нас есть общественные приемные мы все эти результаты исследования держим в открытом доступе с ними всегда можно прийти ознакомиться и понять что опасения относительно грядущей экологической катастрофы они надуманы есть масса они не надуманы а научно доказаны прошли публичные слушания на них присутствует большое количество людей есть официальный результат публично снижения нет как вы категории опасности а это наука и доказано это не я определила это написано в научных изданиях что свинокомплекс относится промышленные свинокомплекс относятся к первой категории опасности отходов есть и нормами градостроительного законодательства у меня сейчас нет перед глазами я не сошлюсь на эту норму но в рамках процедуры проведения оценки воздействия на окружающую среду со стороны инициативной группы приносились замечания относительно того что данный объект по их мнению является объектом первой категории опасности так вот в данных пояснениях давалось со ссылками на законодательство подробное разъяснение того что данное ваше мнение является заблуждение это вы вводите в заблуждение населения и суд и правоохранительный уровень потому что ваша организация находится на кипре воронеже по адресу воронеж бульвар победы дом 19 офис 1 на кипре она не находится это ваша чрезвычай заблуждение нет вопрос скажите а вы участвовали публично конечно участвовали и выступали нет я не выступала почему не дали слова мне то рекомендовали просто я не отказался порекомендовали что они не выступать там были другие комедованные что она же рекомендовала теми силами но вы что вы проявите уважение к вашим соседям очень долго почему вводите в заблуждение местное население скажите пожалуйста скажите пожалуйста почему вводите местное население в заблуждение вы скажете или нет да можно я скажу вы скажите конечно скажите даже не да вы не уважаете просто своих же соседей ну как я даже дочитать я ко мне было поступило обращение очень даже вот вы если открытые открытые то вы наверно дадите какой-то комментарий мы хотим всесторонне показать понимаете кто здесь прав а вы бегаете от нас ну почему сейчас уходите не хотите диалог никакой вести вы что-нибудь ответите дадите дочитать почему вы не уважаете своих же соседей местных жителей горохов это соседи и они или куплены кто куплены расскажите сколько вам платят за то что вы здесь устраивать вот это вот все о все только скажите ну и вашими понят вашими словами вы пытаетесь сказать вашими словами алексеич поехали тут это все одно суде и так было все понятно понятно вот почему вы спрятались можно скажем покажи вам покажи почему спрятались вот сюда вот даже камеру вот сюда камеру спрятали но смешно ведете себя ну кто так делает но пообщайтесь с нами дайте нам обратную связь мы зададим вам простые вопросы никакой провокации абсолютно никакой провокации вообще нет мы спокойно хотим вообще задать вопросы а мы не хотим почему почему все просто не хочу и все открыто местный вот такая с вами что маленькая инициативная группа и составе нескольких человек устраивает беспредел провокация народ против семена комплекса по сути народ против а я с народом кучка есть кучка есть так подавлю а вы другая кучка вам назначили это кучка какая кучка вы что я говорю другими сказать зачем вы поговорили я вам могу задать вопрос я прочитаю я отвечаю а вы не это передвигаете я ничего не не был ни на это не не давится я не успел никакой вопрос задать вы почему бегаете от нас за никто не бегать как выйдите на нам общаться давайте сядем спокойно Вот это конструктив Вот с нормальными людьми С местными жителями Гороховки Мы пообщались, абсолютно никто не бегал А вы бегаете Вы бегаете, бегаете, спрятались До свидания, до новой встречи Вот и все Вот может быть вы нам что-то скажете Я думаю вы так это расположены Скажите пожалуйста Вот я абсолютно Ни в чем не заинтересованное лицо Послушав весь этот ахинею Бред, который они несут Я в шоке, меня впечатлило Они даже уволили Прям там своего адвоката Вот это было, они не дали даже мне дочитать Ничего Это нормальная позиция, так у нас проходит Уже несколько судебных заседаний Не только это, и по другим предметам Мы обязательно придем на следующий процесс Нет, граждане имеют активную Очень позицию, но как бы Представляют интересы Вот несколько человек говорят о том Что представляют интересы всего населения Ну да, самопровозглашенные какие-то Да, то есть они прикрываются Какими-то листами с подписями Неизвестно как полученными Носят их во все инстанции многократно То есть одни и те же подписи Под разными обстоятельствами подкладываются Мы уже не раз были свидетелями таких документов Вот, абсолютно по-своему Толкуют законодательство Не слышат какую-то другую точку зрения Это, ну, такова позиция Ну, то есть у меня единственная здесь не очень, как бы, понятна позиция адвоката Который был, который не внес ясность, как бы, в позицию людей Подойди, Алексей, поближе И не объяснил правовую позицию и все Правовую позицию адвоката Мы видели, что было полное непонимание То есть мы говорили в суде об одном и том же По 20 раз объясняли адвоката Я бы сказал, что это непонимание Это такая ахинея была Потому что это другая точка зрения Она просто не воспринимается И другое никак не приемлемо Да, есть моя точка зрения и никакое другое И, к сожалению, еще она и преподносится По точке зрения всего населения Ну, там одни лозунги, они неконструктивные Никаким образом не идут на контакт Хотя, казалось бы, с местными жителями мы недавно общались Нормально абсолютно все, разговаривали Мы хотели для всесторонней, как говорится Вы мне письмо обещали Да, вот я могу дать фотографировать вас Я тогда сфотографирую, да Значит, для всестороннего обозрения, так скажем, со всех сторон Чтобы люди могли свой вывод сделать И такое вообще отношение Просто скрылось в машину Какие-то, как похоже, поведение преступников В самом начале же были, то есть вы видели Заявляются свидетели Свидетели поднимаются, уезжают Этот свидетель был на месте Он уехал То есть злоупотребление Ну, они, скорее всего, да Затягивание для этого все сделано Они себя в итоге так вот повели Ну, некрасиво себя ведут Неуважение Это прям явно считается во всех процессах Я считаю это неуважение к суду Потому что свидетель сидит Перед залом заявляется Второе или третье заседание Его заявляют, он приезжает А когда его удовлетворили Ходательство, его привлечения Он поднимается и уезжает Это массовое такое вот Привлечение внимания к этой проблемы То есть создание какого-то ажиотажа Ну, по сути дела, из ничего То есть в прошлом судебном заседании У нас там 600 человек хотели привлечь Которые считают, что их права нарушены Но, как бы, то есть Это полное непонимание судебного Сути судебного процесса, да То есть есть лица, которые считают, Что их права нарушены Они обратились в суд Они должны обратиться, конечно, да И вот сейчас у нас идет рассмотрение Административных исцов, насколько я помню, там 7 человек Все, какие 607 человек, откуда еще вот прилетела Вот такая цифра, совсем непонятно Почему эти люди считали, что их права нарушены Но не явились, тоже непонятно Почему эти 7 человек говорят за те 607 Тоже непонятно Недоверенности, ни документов, ничего нет То есть как бы, ну, не совсем То ли это непонимание процесса То ли это вот нагнетание обстановки Такое осознанное Все переходит в крик, вор, в истерику Ну да, они только одни полемики были Могут быть какие-то личные, там, я не знаю, неприязни Но у нас очень много сотрудников ездят То есть и встречаются с населением Открыто общественные приемные Ведется прием граждан по разным вопросам И обращаются граждане То есть общественная приемная достаточно активно Работает в своем вот направлении Да, и везде в доступе находятся все документы Все результаты исследований Другим регионам области, где представлена наша компания Где есть свинокомплексы Очень много проводится исследований Вот с 2019 года стала обязательна Государственная экологическая экспертиза У нас уже есть положительные заключения Государственной экологической экспертизы Здравствуйте Здравствуйте То есть, ну, мы об этом говорим А вот, ну, вы слышали сегодня в заседании Истец говорит, а вы все купили Ну, то есть мы даже государственную экологическую экспертизу Смогли Полное непонимание Да, то есть, как бы, отторжение другого мнения Он при любых обстоятельствах будет всегда отрицать К сожалению, вот, наверное, ряд людей способен поддаться Такому вот эмоциональному посылу со стороны инициативной группы Которая очень активна Но мы в любом случае добьемся того, чтобы выявить это все Так скажем, поднять все это наружу Все это подноготно Потому что там, мне кажется, очень много интересного Так что спасибо вам за комментарий И вот открытость, значит, спокойно можно пообщаться с человеком, с представителем Хотя, казалось бы, они должны быть максимально закрыты Менее вот ночь, чем вот эти граждане, которые скоропостижно уехали Да, если есть что сказать, мы только с удовольствием Темные силы всему виной Страх доступ открывает к темной стороне Страх рождает гнев Гнев рождает ненависть Ненависть – залог страданий Как сказал сегодня один из исков Какие-то темные силы, темные процессы Ну, как сказало сегодняшнее заседание Неоднократно истцы переходят Не могут, поскольку нормативно обосновать свои требования Переходят на оскорбления На провокации Суд неоднократно делал им замечания Но это не возымело эффект Поскольку поведение у них не улучшилось Ну, вот даже вот сейчас вы сами прекрасно видели Когда хотели пообщаться Человек просто нахамил, нагрубил и уехал, собственно Ну и вся политика, вся линия у них строится Вот на вот таких вот взаимоотношениях Где-то кого-то спровоцировать Где-то кого-то обозвать и так далее Это кучка людей уже осталась в данный момент в меньшинстве Новых сторонников у них уже не появляется Их сторонники последние от них уже отказываются Не хотят с ними иметь дело Поскольку вот такими методами, которыми они работают Это не методы современной демократии Вот, нужно понимать, что нашему муниципальному образованию Нужен толчок, нужен, скажем так, экономический толчок Дабы улучшилось наше социально-экономическое развитие Вот, ну, поэтому будем продолжать отстаивать свои права До следующего заседания За развитие, как говорится Это уже ТОС будет Да, за развитие Технемамонского района Спасибо большое Пожму вам в руку Спасибо за открытость Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!